булка 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 стри можно взять тоби булку булка булка хорошей булка никого не обижал у конечно гладить котов есть вкусную еду пол греться под солнцем и получать удовольствие от жизни это все отлично только нельзя потому что не время сейчас доколе мы будем вот это все делать начинается руина начинается подземелье и начинается legend of keepers с возвращением добро пожаловать радости не будет счастья не будет только страдания и только хардкор да начнется наш путь возвращаемся в dlc legend of keepers иди bring experience говорит владыка и отправляется на третью миссию которая судя по разведданным должна быть жесткой то есть тостер говорил что типа первые две миссии фигня вот сейчас ты познаешь боль ну давайте посмотрим таланты скачать надо так вот это вот мы вкачаем я вроде вкачивал что-то она не включалась и у нас стартовая колода на урон до удачи с мы с командой познакомимся у нас скелеты демоны психопомпы и мы играем с твич модом так что если вы сейчас чате и вы хотите попасть в команду пишите любое сообщение пишите любое сообщение в чат что угодно смайлик можно поставить плюсик написать я и я не и шоу год напишите для красоты для того чтобы вас игра зарегистрировала игра вас зарегистрирует и вы сможете попасть в стартовую команду в магазинах возможно будет нанять в ивента будете приходить короче пишите чего угодно пич подключен и мы ставим сложную сложность написать достаточно один раз и все его зарегистрируют до конца игры все сложная сложность третья миссия по ехалу ума свит холм так мы сразу получаем кладбище на выбор окей мы в прошлый раз выбрали вот эту гробницу и так ее не потестили так что я и возьму и в этот раз возвращает к жизни монстра побежденного в подземелье если монстры ожившие на кладбище побеждены призывает двух скелетов воинов берем ее и погнали знакомиться со стартовой командой маус рыбал мышь бунтовщик призрак призрак это на боевой дух боец нас вроде как билд на урон но мы сейчас подумаем гарет часовщик часовщик кстати не только на боевой дух работает он еще классный боец на воздух много воздушного урона замедление классный боец для первой пакет так что гарет кайф арста арста это наконец-то у нас появился пожиратель мод вот эту штуку мы сейчас потестим бьет природой вперед поищает бонусы ложные на цель бьет массово воздухом накладывает стихийную уязвимость и в начале хода монстра мод поглощает ближайшего к своей пасти монстра и восполняет все здоровье он есть своих союзников он выглядит как боец все-таки для второй пачки не для первой тем его есть масса урон но скорости нет сейчас посмотрим кто нас еще есть форекс костяной культист тоже на боевой дух боец чуть мне не нравится у нас композиция но в культист есть культист лоэнграм накраб или горгулья это или чё-то такое какая-то птица короче каркар бьет впереди воздухом с вероятностью 50 процентов оглушения накладывает и бьет впереди природа и накладывает уязвимость к природе но этот топовый должен быть боец оглушение имба просто и юра play play так юрец юрец яма это индийский какой-то бог да особая 70 ледяного урона применяет эффект паника выбирает героя самым высоким показателем боевого духа за фигня так есть масса так а физикой накладывает уязвимость а может быть льдом по применяет случайный бонус 3 к монстру в группе каждый раз когда вы получаете осколок души да кажется я понял это бит это смешанный билд хочет игра что мы делали боевой дух плюс урон да не люблю я смешанные билды и две ловушки на лед очень не люблю смешанные билды ну арсту пожирателя мы отправим во вторую пачку я думаю юрец пойдет в первую у него скорость хорошая алоин грамма и форекс оставляем во вторую на говоря фигня какая-то да не рыба не мясо у нас получается ну давай можно типа первая пачка работает того на боевой духа 2 на урон как-то так ну давай попытаемся сделать это рабочим но я бы пошел к торговцам и определился бы как-то получше ну давай попробуем как вот игра задумывает игра хочет чтобы мы первая пачка играть на боевой дух 2 на урон получается тем не рыба не мясо да ну ладно ну блюка короче может играть и туда и сюда да блюка короче это у него хороший урон льдом и хороший урон по боевому духу костяной палач нанимаем фуши то же самое может боевой дух может в урон лучше конечно в боевой дух играет фуши скелет маг 2 уровня сразу ну давай нанимать так что у нас там дальше на карте я чуть не посмотрел ящик пандоры можно взять но может мы переролимся в боевой дух вообще полностью я не знаю хочется попробовать через урон поиграть или через смешанный билд тогда ящик пандоры имеет смысл но я пока оставлю деньги пойдем посмотрим еще одного торговца капердон джон леди чудо-женщина так тоже умеет и так и так работать в теории ну вот это мега крутая ловушка дуркистер дудец есть проскофаз ну давай давай так давай возьмем капердон джона и эту ловушку нас хотя бы много опции теперь есть фигня ивент фигня и давай еще один ивент злобе ну возьму я 40 слез за 40 золота все мы по полной программе затусили и мы пойдем самый сложный бой меня жесткая привычка ходить сложные бои поэтому начинаем прогноз пройдет ли варлок бой поехали так расстановка ну капера точно во вторую чудо леди уши точно в первую люка короче во вторую как то так вот так скелеты и демоны же топ на боевой дух может забить на урон и оставить монстров чисто сбивать с толку героев луркер спасибо тебе большое за стой сердечком спасибо тебе большое за донат я очень 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 ценю поддержку и луркер как всегда дело говорит я не вижу смысла играть в урон вообще взял нам ловушку когда герой весь построен вокруг боевого духа да и когда у тебя все 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 вот и обилки классные на боевой дух и там и у героя хорошая обилка с унынием и с большим уроном по боевому духу и крутая вот здесь активка на массовый боевой дух мало мало смысла вижу играть в урон но мы попытаемся посмотрим что из этого выйдет попробуем смешанный билд игра хочет от нас смешанного билда гробница на физ урон скелеты сейчас сейчас глянем ребят так кто к нам пришел мудрец зовут его у бьет впереди льдом и снимает дебафы волшебница миранда меринда бьет огнем впереди и рсс боевой дух всем союзникам и конечно валькирия сразу приперлась ох жестко массовый воздух иммунитет к унынию игра прям говорит играй в урон что ты не играешь в урон иммунитет к унынию вон у валькирии а я такой знаете чё я думаю что все равно мы и порвем мы можем поставить вот впереди огонь лед бьют есть такие резисты лишь нет у ледяного урона больше чем огненного она у нас резистов к льду нет а скорость у них у всех большая скорость так что часовщик не прокатывает воздушный урон плохо заходит против валькирии но против двух других норм физика хорошо заходит то есть тогда вот юран может на дамажит физикой поставим его в конец огненный урон против монаха будет круто кого вперед ставить не знаю о подожди у нас чё стартовая патька первого уровня на стартовая патька первого уровня в магазинах монстры второго я только щас дуб лил как нам надо всю стартовую патью менять вот это подстава а нафига я эту ловушку покупал о кто в стартовую патьку продал попал до этого до ближайшего черного рынка я чуть такой подставы вообще не помню что было ну ладно будем страдать планы туда призрака вперед став уши до чудеса ледяной дух случайному монстру из следующей группы воязвимость к льду у нас там есть хороший ледяной урон кстати мы щас уязвимость к льду накинем то вот тут обилка крутая есть на ледяной урон валькирии и потестим вот эту арсту да скай танчит и ест своих союзников союзниками у нее будут воин грамм и капертон джон реально стартовая патька на продажу я даже не прикалываюсь вот без шуток а какой смысл им левел и апать нет смысла потому что апнуть левел дороже чем купить нового бойца чё мы будем пытаться выносить боевой дух первой патькой ну явно нет смысла кидать призрачную волну на валькирию которая 60 разит к воздуху массовая физика с уязвимостью или ледяной урон на валькирию один уязвимость это так слабо сколько есть проблема один уязвимости вот она сейчас сходит и это уязвимость не слетает да она зажигай монаха что-то плохо монах горит до 1 уязвимости это считаю что 0 уязвимости к следующему ходу этого чувака даже если бы он выжил уязвимость уже не будет действовать тут какая-то олега по сравнению со смертью вообще никакая сейчас нас сольет первая патька посмотрим как гробница работает вот и стикса это много урона по уязвимости к льду ну что ж смотрим лоин грамм так уязвимость к природе но лоин грамм хорошо работает с пожирателем да тоже смотри хоп уязвимость природе и сейчас пожиратель критом если он выживет конечно а пожиратель сейчас кого-нибудь сожрет съел птичку 100 природного урона и похищает все бонусы цели похищение бонусов конечно же есть выживет до следующего хода мне не выживет эх монаха не добили выжил сейчас он съест леди он всех съел арта сожрала всех а не хватает чтоб массу урон сделать ну арта чуть левее подвинуться по палке не видно типа вот так могу вкусные были союзники арта ну и все всех съел а я выбираю кого реснуть надо ресать арс туда кто здесь остался тут минуту тут у всех плохие разисты к природе а двух могу нет одного юра бьет льдом и он будет бить валькирию но хотя у арс ты теперь нет бонусов от пожирания да так что не так уж круто но урон большой заметил что боевой дух съеденных монстров уменьшился серьезно а у скелетов забрали оглушение скелеты раньше оглушали и скелеты классные но урона они наносят больше чем раньше и можно еще кровотечение настакать окей гробница руль гробница крутая два скелета даже не ладно то что монстры ты возвращаешь воскрешаешь неплохо два скелета прям вообще пушка от кровотечения слетела ладно прошли по-моему тактика нифига не надежная так наши коммуновые новые желающие в команду проскофаз превратился в костяного быка говорит муу михаил лидер имба поширатель пламени пламени фу он так хорош и ахэлис хэл из араунд за корнер нага те второго уровня надо брать мишу миша со своим огненным уроном это просто жесть но это если мы будем продолжать играть на урон я бы честно говоря перестроился в боевой дух потому что боевой дух рулит просто потому что играет ну ладно 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 я буду короче делаем так чат я буду спецом играть в урон просто потому что надо хотя бы потестить новых монстров а то сейчас я опять на боевой дух сделаю будет то же самое что в прошлом забеге я думаю мы легко выиграем поэтому миша добро пожаловать на вечеринку намеренно и делаем билд на урон и реально арста всех пожрал и ус всем сломал боевой дух я не уверен что усиление арста стоит потери других персонажей как то это очень странно может его надо в конец ставить чтобы он типа в конце стоял арста очень сильный он первого левела чат он первого левела пилюля и карп пилюлю притащил монстры в авангарде получают двойную атаку но теряют 20 скорости и 50 процентов здоровья пилюля очень рискованно арста кайф да но у него будет 50 процентов хп а если его просто убьют с одного выстрела сколько мы пробовали пилюлю без зеркала бесполезная фигня руинища чат говорит пилюлю для арста брать ну давай брать я чуть не уверен и надо идти в магазин покупать новых бойцов о новый арста также известны как гидра всего личного это бизнес гидра второго уровня арста первого уровня конкуренция альберт хок живой доспех второго уровня надо нанимать живой доспех так хорош пока еще не продали пока еще все нормально на курсы мы не идем понятно смысла нет а в командировку а в командировку кого-то отправить кто в командировку хочет опа фуши хочет говорит принесу поваренную книгу берсерка монстры в авангарде при получении смертельного урона остается один здоровье один раз за бой я такой нифига ты имбу решил притащить ну давай фуши езжай принеси нам книгу берсерка так ну и вот че я скажу не пойдем мы сейчас на сложных героев у них хилка а нам нужна голда для магазины давайте сравним пожирателей первый второй уровень арста 130 хп 100 урона 10 скорости 150 хп 140 урона 10 скорости ну урон почти в два раза больше у обилки основной не просто чуть-чуть здесь основная обилка сотка урона здесь 182 нифига себе да ну харста короче иди отдыхать 82 процента прибавка но ассасин нас контрит сейчас окей альберт идет в первую патю михаил тоже первый будет альберт с михаилом это комбо так кого нам еще в первую патку отправить а не кого вот у нас кроме альберта и михаила сейчас для первой пати никого нет вообще плохо а по одному пожирателю в каждую патьку а идея плохая идея первой патьки этот боец не очень будет ну хотя и обоих ставить под пилюлю да ну давай попробуем и пойдем мы не за артефактом на ветеранов а мы пойдем на искателей приключений за монстром потому что нам сейчас монстры нужны да монстры больше нужны деньги мы деньги эти будем на монстров тратить какая разница здесь еще бедствие можно вторую пойти да здесь больше денег мы пошли на вторую дай монстры деньги опа чародейка линфортинка бьет воздушным уроном впереди мантят к унынию ха-ха забайтили нет у нас уныния рыцарь артур с яростью вот рыцарь будет бить больно но у него плохой разец к природе и хасан и маджиган цехеф бьет сзади воздухом вот этот хасан блин не шотнет ли он арсту с пилюлей если я ее назад поставлю вот смотрите я такой сейчас такой умный весь из себя ставлю арсту назад у него сколько хп будет минус 50% 35 процентов резиста и 65 хп отбьет на 63 но типа не снесет а под яростью от рыцаря ярость плюс 30 процентов к урону ну может быть этот и выживет вроде должен выжить даже под яростью огненный урон заходит против всех кроме рыцаря но огненный урон это наш самый лучший урон у нас выборы не особо есть нам нужно этих ребят играть смотрим так ловушки ледяной урон заходит значит уязвимость ко льду и здесь то же самое мы хотим сделать только здесь будет гидра впереди блюк у короч не нифига впереди и 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 второй ну у него плохой развит к воздуху но я надеюсь чародейку мы снесем кого еще поставить капер донжона лоинграма лоинграм может делать уязвимость природе он прям отлично смотрится лоинграм хранителя времени назад по боевому духу играть он потеряет скорость а без скорости он не будет по боевому духу бить погнали смотрим арст отжив так мы хотим делать мы хотим точечный урон пожирателям доспех хоть один раз сходит это уже будет счастье пламя всем пламя пламя гори 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 бёрн бёрн сожрал пожирателя вот тебе и комбо а что делает кусь кусь все эти комбы с пожирателями бесполезны он же ест своих союзников ну не знаю такое такое о джонтон тостер спасибо за рейд спасибо огромное за рейд добро пожаловать джонтон тостер ты вовремя рейдеры вы вовремя мы играем в legend of keepers у нас третья миссия за этого чувака как его там зовут повелителя та самая миссия которую мне обещали будет непроходимой ересью ну сейчас узнаем пока что пока что я думаю что надо было играть через боевой дух вот что я думаю как у вас стрим прошел я надеюсь хорошо надеюсь у вас был хороший стрим и вы хорошо поиграли я видел вы сегодня играли в некро короче та игра где некромант из запчастей собирает монстров вот я сейчас и чего сейчас теперь делать снова гидру ставить типа весь урон только не назад не подпилюлю да давай сюда вперед его микросмит точно да да ну и сдох гидра успешно гидра помер теперь у меня есть два скелета с кровотечением которые тоже успешно помрут гидра не сходил прикольная игруля залипательная из разных частей каких-нибудь кракозябр делать звучит как отличная вечеринка а я походу сейчас умру тостер ты специально так зарейдил чтобы доказать всем что ты был прав а я не могу пройти этого чувака у меня герой бьет физикой чат а у этого 75 брони так что вот скелетов был стан думаешь нам бы помогло полная гг все еще нравится герой да просто не надо его больше никогда играть через урон все это такое это ноль урона я могу только боевой дух играть ловушка 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 беда ген сейчас я тебя дед сделаю а теперь мы растартуем но в любом случае рейдеры добро пожаловать вы вовремя пришли сейчас будет забег и сейчас вы увидите победу с первой попытки первой попытки линии процент фарлак рекорд ворлд рекорд спидран 321 не забудьте сейчас написать любое сообщение в чат для того чтобы попасть в ростер игроков мы растартуем собег даже ничего не надо смотреть ничего не надо не надо слушать мы берем и начинаем прямо сейчас вот здесь и мы будем играть через боевой дух и мы возьмем первое кладбище нет второе возвращает к жизни двух случайных монстров монстры начинают с замедлением да двух монстров окей берем второе кладбище с замедлением и выигрываем я теперь знаю фишку этой фигни фишку этого забега потому что здесь тебе дают бесполезную стартовую патьку они все первого уровня первого уровня чат зачем нам первого уровня давай мне торговца и мы наймем нормальную бригаду бойцов всех на боевой дух смотри рундал конь большой красивый с трезубцем бьет на боевой дух накладывает панику бум нанят аламе вроде как на боевой дух но это все-таки на ловушке скелет ученый не совсем то что мы ищем ролл парадокс модул часовщик второй уровень отличный боец на боевой дух добро пожаловать в патьку выходим из этого магазина идем в следующий магазин нет сейчас займем события пока голда есть бесполезное событие теперь идем в следующий магазин белокубус стрелок не подходит зато сирсей это горгулья боевой дух есть ролл кем наверное не нужно три часовщика я бы я наверное три часовщика я не буду в команду брать у меня есть первый уровень нам не хватает чтобы лоин гроба нанять наверное за неимением чего-то лучшего можно купить трех часовщиков да как есть как есть опа культист нашел ооо он нашел этот рог изобилия фуши мы тебе не отдадим этот рог прости хотя ты персонаж на боевой дух но рог так хорош поэтому 200 золота плюс рог криты от рога работают на боевой дух окей теперь распределение михаил идет в первую пачку гарет во вторую но мы будем играть на боевой дух все часовщики идут в первую все часовщики можно будет выставить трех часовщиков окей кого перевести во вторую тебя во вторую часовщиков в первую как вам патька три часовщика один замедляет два вторых дамажит михаил лего а он накладывает панику так что в принципе можно его в первую ставить хотя наверное лучше во вторую да погнали на ветеранов идем да за голдой на ветеранов поехали начать прогноз придет ли варлок бой итак в нашей первой патьке у нас есть маус рэбл мышь бунтовщик призрак бьет по боевому духу его надо было во вторую что-то я тупанул блюка короче парадокс модули капер донжон тройка нападающих и серсей с ними горгулья в команде к нам пришел рыцарь пьет впереди физикой с дополнительными сопротивлениями ледяной маг визгус вяжет всех перемешивает тресает боевой дух козел и заклинательница катька которая иммунитет имеет штрафом наносящим постепенный боевой дух типа уныния но я думаю что мы сейчас это сделаем а думаю я без шуток сейчас выставлю трех часовщиков у нее скорость 85 но пошла она нафиг сейчас мы им покажем законтрим перемешку все перемешивание не может работать если у нас три часовщика часовщики не будут на Катю работать но с Катей мы тут поговорим потом так у кого есть броня нам нужна броня и резист к огню о броня огонь как раз лошадка будешь танчить а хотя Миша может тоже потанчить наверное лучше пускай Миша танчит потом лошадку поставим и в конце фуши это единственное кто у нас есть на боевой дух а Мишка ничего не видно потому что Мишка закрывает весь экран Мишка иди ой нас перемешали только не это что же я буду делать первый часовщик замедляет чтобы на всех чтобы хотя бы на первую атаку на всех подействовал временной кошмар второй часовщик бум по баевому духу третий часовщик бум по баевому духу пошла жара они все умерли третий часовщик бум по баевому духу что-то нас выносят а герои то жесткие а да 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 чесовщики так себе танки не то чтобы у нас было много выбора типа не то что у нас там была куча танков мы такие а не буду их ставить окей нужно снести рыцаря мы снесем рыцаря будет норм приговор бонг паника так кража души это лошадка делает дай панику тоже накладывает давай лошадка хорош массовый ливяной урон рыцарь добьет нашего мишу ничего смести рыцаря давайте ребят давай общими усилиями сколько у него у него осталось три боевого духа жесть и ему сейчас рест он сейчас пополнит себе блин а у нас тут часовщик и ну все рыцаря мы сбежали до свидания рыцарь уже не так страшно у культиста хороший резист к огню здесь наверное лучше сыграть на урон часовщиков и вот так и часовщик теперь может сделать пил причем это наши халявные монстры из кладбища которые окей дошла только магичка все не так плохо первый бой просто очень сложный так что мы тут можем сделать можно бить физикой можно бить на боевой дух и уныние можно получить 10 ярости по-моему мы физикой за два удара ее снесем я честно говоря не вижу 75 ровно серовно за два удара вот это монстры лоэнграм призраки непостоянства мастера работы на боевой дух так хороши могут быть унынием массово могут быть точечно сзади боевым духом и до атаковать два раза арста все безы тоже хороши во вторую патьку и аламе это уныние у него есть сила еще и сопротивление дополнительное под морожением я думаю надо нанимать лоэнграма ледяной скелет хорош классика да классический боец для боевого духа но лоэнграм он так силен непостоянный о нет осторожно ложись привет варлок я тут как обычно врываюсь ради твоей победы а еще я залип в элдин ринге и параллельно решил продолжить секира так вот по сравнению с секира элдин ринг это легкий ветерок и еще я понял что геймпад намного лучше клавы но гейм но лайф спасибо тебе огромное врывается с донатом в целую тысячу спасибо тебе огромное за твою поддержку просто легендарную невероятную легендарную поддержку спасибо чувак чат будьте добры для ноу-гейм ноу-лайф меньше чем три сердечки в чат за его поддержку благодарите слушай вот у меня противоположное мнение мне секира поначалу я не мог привыкнуть и казалось очень тяжело потом я такой чуть-чуть привык мне секира кажется в 10 раз легче элдин ринга может быть я просто этот такой вот игрок я в секира мне показался проще я имею ввиду последнего босса в секира мы прошли что там со второй попытки а в волден ринге там страдания были вот а но на вкус и цвет да каждому свое геймпад да вот после того как я поиграл в дарк соулс и в волден ринг все я признал геймпад он мне теперь очень нравится раньше я тоже геймпад не очень признавал но вот секира элден ринг геймпад ван лав я тоже предал клаву перешел на геймпад так что но гейм на лайф добро пожаловать ты вовремя у нас тут такая же жесть творится не забудьте кстати написать что-нибудь в чат чтобы тебя зарегистрировало в команду монстров был шанс попасть так короче жестяк у нас здесь происходит нам нужно перестраивать команду всю ну хорошо что лоинграм пришел погнали события к тренеру я не вижу смысла идти сейчас сначала нужно собрать команду из вторых уровней а потом идти к тренеру так что погнали события опа перчатка маус реббл призрак нашел перчатку урон наносимый монстрами героям с максимальным здоровьем увеличивается на 100% это не имеет смысла потому что это только урон сам бафает это не бафает урон по боевому духу не знаю вэлды не пользуюсь щитом и убил дракона и кучу подбоссов секира убил 2-3 часа нагребанного сумоиста с охраной сумоист жесткий сумоиста с охраной я тоже много времени убил особенно охрана бесит ну да и та и другая игрушка хороша по своему мне и секира понравился елден если выбрать что лучше я бы сказал что блин как их сравнивать вообще разные игры совершенно элден можно взять статами и да и нет потому что потом боссы твои статы будут этот игнорить какие ну как игнорить будут так сильно бить что никаких статов не напасешься эмм итак перчатку можно отдать на левел маус реббл маус реббл хороший боец правда за 150 золота мы можем двух бойцов купить да но это еще до магазина добраться нужно маус реббл вот он уже здесь ладно отдам я ему перчатку на уровень то вдруг магазин не найдем и мы его во вторую пачку отправим кстати так командировка но у нас есть много бойцов которых я с радостью в командировку отправлю опять это перчатка да уберите ее блин перчатка нам не нужна лоингрома я не отправлю в командировку наверное мишу надо отправлять перчатка бесполезная но может мы ее в ивенте продадим или еще что-то элден можно сравнивать только с соулсами это дарк соулс в открытом мире ну да секира это другое секира вообще другая игра даже отношение к дарк соулсам он имеет только то что у тебя там банка есть и костры и все можно конечно блюка короче послать за голдой ладно давай блюка короче отправим не миша езжай нам нужна голда а блин нет магазинов черт боевой дух надо пополнять и инженер не нужен на хорошее событие ненавижу а он предлагает купить перчатку я думал мне опять перчатку предлагают мы ее продаем да за 200 голды продать перчатку окей прожить этот бой и у нас есть все деньги чтобы набрать команду и загрейдить их хотя магазина я не вижу впереди мы идем легкий бой знаменитые последние слова все дела но мы идем в легкий бой там бедствие там дают монстра нам нужно выжить просто пережить бой и все никаких ветеранов нафиг хотя у них тоже бедствие и артефакт блин бедствие в ледяной пещере не бьет по боевому духу оно только замедление может сделать а здесь бедствие на боевой дух давай еще раз расстановку чекнем ну это самая лучшая расстановка которую мы можем сделать ну да это самое сильное что у нас есть и это очень слабо чат говорит идти на ветеранов параллельно пока проходил сумоистов секира слушал римы по элдену видел что ты там с драконом дрался без лошади чем закончилось не знаю спойлеры я с драконами короче до конца игры без лошади дрался меня на лошади укачивает в элдене я по техническим причинам лошади в боях не пользовался в итоге ставку выдать да 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 ну че чат говорит на ветеранов артефакты это важно здесь ничего не скажешь она погнали на ветеранов поехали я без лошади не могу проходить на открытых посов на открытых локах а я не могу на лошади меня укачивает поэтому техническим причинам пришлось до тренироваться окей он на бугейся огненная самурайка применяет стихийную уязвимость при атаке раньше у нее такого не было как новая фишка бьет огнем вперед хасан и маджиган бьет назад воздухом рассад боевой дух и магичка шаманка с массовым огнем ой 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 ну ладно так а у нас герой льдом бьет нет что ж они не быстрые здесь никого быстрого нет значит часовщики рулят особенно часовщик хорошо заходит на первой позиции раздель ты к огню нам вперед нужно наверно горгулью назад поставить торозит к воздуху наш будет против ума джигана а знаете что нет я передумал нифига горгулью нельзя ставить здесь же магичка на массовый огненный надо выставлять часовщиков двух раз два два вот так веганы же особо не пьют алкоголь как они уходят в отрыв засадар твое здоровье спасибо за донат спасибо за сто мне твою поддержку кто тебе сказал что они не пьют алкоголь во первых типа веганстве ничего не сказано по поводу алкоголя а во вторых ну как бы я не знаю можно и без алкоголя нормально тусить мы вот с вами отдыхаем тут на стримах отдыхаем стример у вас чего пьет чистое зелье чистейшее зелье этого скорости и лечения я алкоголь блин не знаю даже я не веган кстати я бы не сказал что и прям с алкоголем так уж круто отдыхать с него голова болит я не люблю когда у меня голова болит я иногда пиво там на выходных покупаю все недавно мы у жены было день рождения я чуть-чуть виски попил и мне что-то так потом не понравилось не то что даже голова болела изжога все дела я такой думаю ну нафиг оно надо в оси не я этот кофе вот кофе кайф кофе огонь то что нужно говорил что вы с женой садились на веганство почему отказались да что-то надоело мы тут месяц или полтора посидели на веганской диете потом такие ну что по сосисочке по колбасочке а давай а погнали и все по бургерам а давай по бургерам диета закончилась морковь в горло не лезет да никто морковь не ел вы почему-то чат думает что если веганство то это стопроцентный билд на сырые овощи у тебя остается у тебя остаются все те же самые блюда просто ты готовишь например себе там подливку из фасоли еще с чем-то ты не садишься за стол и у тебя не лежит вот так вот пучок травы и ты такой траву жуешь оно не так выглядит ты делаешь себе те же самые блюда ты варишь супы и там варьи какой там готовишь запеченная запеченную картошку еще что-то еще что-то ты не сидишь не жуешь траву вообще вы меня отвлекаете так нас бьют впереди огнем значит лошадка идет вперед сзади воздух против воздуха маус рэбл и в центр становится огонь воздух сзади отлично оставка начать прогноз придет ли варлок бой поехали готовы ловушки нам не хватает бесполезная ловушка так лоэнграм давай тащи ты тут единственный у нас меняемый боец с унынием и часовщики второго уровня должны кстати неплохо нафигарить смотри два часовщика пум пум пошла жировоз сбили уже хорош как же смерти не хватает легендарки той сгорит блин наверное сгорит часовщик еще уныние давай 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 лоэнграм тащит еще временных кошмаров им сносим ооо хорош часовщики затанчили много урона но наверное лоэнграм не выживет до следующего хода нет горит в пламени поресали они боевой дуб чуть-чуть но ничего так легкую мишень можно замедление или давай замедление на них накинем то что нужно для второй паки в рандомных дебафов понакидывали каких-то вот если мы сбежим по набуге еще будет прям красота просто супер лошадка что скажешь сбежим его чик-чик делает призрака 50% по звуку резист призрака нет резиста к огню это плохо призрак хорошая работа чувак ты просто герой все лошадка сейчас панику лошадка отличный боец на боевой дух панику накладывает вообще кайф правда у этого чувака что иммунитет что ли ааааа этот козел меньше дебафов получает поэтому он только одну панику один паники получает и она с него сразу слетает когда он делает ход Технический у него иммунитет Вот, блин, козёл Ладно, у нас ещё тут есть О, лошадка вернулась, и она будет мстить Ты думал, ты от меня избавился? Ха-ха-ха С той стороны пришла Ну вот, билд работает Барон Макарон, здорово А, дела отлично, как у тебя? Это новый герой или был? А Берлёх, извини, пропустил Ты имел ввиду самурайку? Самурайка была Только её чуть поменяли Так, пилюлю в этот раз я брать не буду А на топчик, ну, блин, без зеркала, не Грааль Автоматически расходует полученные осколки души За каждый из гросховодованный осколок Повышает максимальное здоровье управляющего на 10 Это чё такое? Я чё-то в эту механику осколков до сих пор не врубился Чат Это баф Осколков будет 0 А чё они вообще делают? Я видел, у некоторых персонажей Есть Бонусы от осколков Ааа, гроб можно улучшать Тогда не надо брать Если эти штуки нужны для улучшения гроба, тогда не стоит трогать Окей, тогда не берём Надо проверить, какие там апгрейды Страховка на смерть Погибая психопомпа приносит вам 20 золота Нормально Голда Вряд ли они там будут очень жить-жить Вегетарианство и веганство это полный ужас Одно из самых худших занятий Я признаю вегетарианство Только как диету из-за проблем с организмом Человек не может жить без мяса Началось Ну начинается Ну пошла жара Без мяса мышцы не растут Без мяса мышцы не растут, говорит, абсолютно Поэтому зомби-веганы бесполезны априори А, ну у некроманта свой взгляд Спасибо, некроманта Стараемся за 100 бицов У некроманта чисто меркантильная Говорит, зомбари плохие получаются из веганов Понял, понял Врубился Это не я выключил озвучку Скелеты, получается, хрупкие Да, фигня Услышал Ооо, нам вырубило двух часовщиков Так, нам нужен срочно магазин Сот золота Инженер бесполезен Смотреть тренировку Не собираюсь я тратить слезы На 30 хп Че, неужели магазин не дадут, че? Реально магазин они дали Ну все, блин Сливай воду И Карван прилетел Дал Грааль Ну класс Еще просят Говорит Продай этого Отдай управляющего На не веганский ужин Барлак, ты сыр ешь? Я обожаю сыр А че б мне его не есть? Даааааааааааааааааа Ну вот наши две команды Я понял в чем проблема этой миссии Эта миссия сложная не потому что она сложная А потому что тебе дают супер слабый старт С полной командой первых левелов Которых всех нужно в магазинах Менять на вторые левелы И дают две трэш ловушки Окей, это нормально Если ты через урон играешь, это трэш Эмм Иииииии Да Говорят, проходи Проходи героев Чат просто думает, что если Я Ничего против вегетарианцев не имею То я, наверное, вегетарианец Или веган Чат не понимает Что Некоторые люди в чате не принимают Что можно Например, не быть Веганом, но при этом ничего не иметь Против веганов Некоторые люди в чате считают Что если ты Кем-то не являешься Ты должен люто ненавидеть Презирать и пытаться уничтожить Все, что не похоже на тебя И это единственный верный путь Выжечь ересь огнем Так? По-другому никак Мир либо черный Либо белый Есть наши И ихние И ихних Надо Убрать Да? Окей Мы идем на героев Мы идем на героев И у нас проблемы У нас большие проблемы Так Часовщик Гаргулья Серсей Окей Серсей Луенграм И Блюку Короче Придется сделать Сейчас магию Да? Видимо да Сейчас посмотрим Что там за герои Начать прогноз Пройдет ли варлок бой Охотница Окей Охотница и монах Это не самое худшее Что может быть Надо придумать Чем к охотницу Контрить Чем ее танчить Она бьет льдом И воздухом Ооо Правда монах С этой подругой Это конечно жесткая комбо И у них есть еще раз Боевого духа Но Гаргулья Точно идет назад Она будет Танчить охотницу Так Кто впереди? Здесь минус 35 К льду Здесь минус 30 К воздуху Ой-ой-ой-ой-ой Ну надо наверное Все таки Часовщика На вторую позицию Ставить Аааа Часовщик здесь Плох Он на охотницу Не действует Но наша задача Сбежать монаха Может Лоинграма Все таки Сюда Часовщика Не шотнет ли Монах Шотнет А потом Монада Бьет Нет Все таки Наоборот Надо ставить Так Так Ох Чет мне это дело Не нравится Чат Сейчас нас Сейчас нас Быстренько Приходует Лед в воздух Ну вот тут Можно мото Поставить Ааа Но тут Природе Защита Пожрателя Под оглушение Броня Минус Минус Двадцать Ничего Не делает Вот мы его Сюда поставим И чего Чем играть Призрака Вперед И Сюда А вот этого Чувака Без Коняшки Парлок Расскажи Про отношение К алкоголю Мне кажется Веганские Блюда Плохо Идут С крепким Алкоголем Но я Не веган И Почему Зачем Пить Крепкий Алкоголь Ты хочешь Быть Веганом Который Бухает Или Чего Ты хочешь Попробую Попробую Я не знаю Я не пробовал Быть Веганом И бухать Ни разу Поэтому Не могу Как вы Веганы Относитесь К курению Не ты А вся Ваша Секта Вся Наша Секта Веганов Мы Едим Тех Кто Курит Это Единственное Исключение Которое Мы Делаем Мы Видим Человека Который Курит В темном Переулке Мы Хватаем И Съедаем Человеческое Мясо Не Считается Мясом Человеков Много Их Можно Есть Я Как Влалерия Меркантильной Корпорации Леандрис Далекого Будущего Официально Заявляю Что Вегетарианство Контропродуктивно Сытый Шахтер Довольный Шахтер Сытый Гладиатор Довольный Гладиатор Гарет Спасибо Большое Донат Двести Сердечком Сытый Шахтер Довольный Шахтер Сытый Солдат Хороший Солдат Из огнемета Хорошо Ксеносом Выжигает Ура Спасибо За Двести Сердечком Сытый Зомби Довольный Зомби Билд Билд Вегана Больше Вписывается В оргии А не в алкоголизм Ха-ха-ха Что? Не пробовал Ни то ни другое Попробуй Расскажешь Сравни Короче Тестируй Потом придешь Все Расскажешь Как прошло Мы умрем В этом бою Чат Герои Очень жесткие Ну как жесткие У них много статов А нам не дают Вообще Нам не дали Купить Даже бойцов Мы сочетаясь Со стартовой Патькач Идем Мы че Один магазин У нас был И у нас Не было денег Да? Че-то мод Не очень На этот Натанчил Да? Как у него Так мало ХП Коняшка Единственный Нормальный Боец Ну монах Ее порвет Сейчас Может быть Здесь Норм Кошмар Монах Сейчас Сам Сбежит Может Макс Атаку Не стоит Делать Не Ааа Нисходит Лоенграм Еще раз Да? Потому что Резист Отмет Воздух Более Не вздумай Допускать И мысли О поражении Вспомни Стакан Полон до краев Красная команда Всегда верит На тебя Не поддавайся На провокации Синих И Чач Давайте Поуважительнее К Варлоку К вам С уважением И вы С уважением Относитесь Слышали Чач С уважением К моему К моим Веганским Замашкам НО ГЕМ НО ЛАЙФ Спасибо тебе Огромное Спасибо тебе Огромное За Донат С тысяч Спасибо большое Это Победа Для тебя Окей Мы сейчас Сделаем Ярость И всех Порвем Варлок Мое Тебе Нажение Но вообще Веганство Это реально Кноха Человеку Сложно Будет Жить Без Незам Мы не растения Мы не можем Сами Вырабатывать Нужные Для жизни Элементы А человечина Кстати Диетическое Мясо В двух Раза Менее Калорийное Чем Говядина И в 10 Раз Опаснее Ну Видишь Значит Можем Все Нормально Я Между Прочем Может И Растение Мы Мы Идем За Победой Идем За Победой Блин Еще раз Поглощение Что ли Костануть Я Не убиваю С двух Попаданий Я думал Я ее С двух Попаданий Снесу Окей Нужно Делать Поглощение Еще раз 19 Ярости Окей Мы Мы Сбегаем Героиню Теперь Осталась Волшебница No game No life Мы Выиграем Мы Выиграем Этот бой Мы Живы Не Секунды Сомнений Этот герой Работает Он Настоящий Он Живой Невероятно Удача При мне Ноль проблем Даже Не волновался Ни секунды Роман Спасибо тебе Заступиться Окей У нас Есть мегадемон Крутой Винклум Инфернальный Страж Это для билда На урон Красная команда Победила Спасибо Спасибо No game No life Что дал Что этот Дал мне Подзатыльник А то я начал Сомневаться Ну а Инфернальный Страж Это для билда На урон А мы Делаем Боевой Дух Так что Наверное Придется Вот эту Ловушку Брать Это Хорошая Ловушка Пасти Закрыватель Я чуть Не прочитал Так Как написал Делавеор В чате Ну Блин Книга Хороша Но нам Нужны Ловушки Чат Нам Нужны Ловушки У нас Ни Одной Ловушки На Боевой Дух А Безмолвия Между Впрочем Очень Хорошие Мы живы О господи Торговец Потом Тренер И гробовщик Так Тысячу Двести Золото Тысячу Три Двести Девяносто Девять Сначала Торговец Мы Смотрим О Гора Костей Автопик Отличная Ловушка Фалпадейн Фаст Культист Культист У нас есть Но у нас Первого Уровня Так что Надо Нанимать Это будет Второй Левел Доловеор Прости Нет Арста Арста Это Еще одни Призраки Арста Превратился В призраков Непостоянство Но Знаешь Что Вот блин На безрыбье И еще одни Призраки Рыба Я не люблю Дублями играть Но надо брать Да еще раз Ролить Некроман Со стажем Это Перевозчик Скелет Аутентично Но Не знаю Он на урон Статуя Имбы Сминог Опять Часовщик Какой это Часовщик За забег Как говорят Сминога Нанимать Ну давай Еще один Ролл И мы Нанимаем Аламе Аламе Это Нага Она на Боевой дух Работает Берем И Вентилятор Тоже берем Ну все Закупились Теперь пошли Апгрейды Делать Я бы Часовщиков Вот этих Загрейдил Но они Оба Ушли Спать Тренер Так 600 золота На апгрейды Смотрим Кому самые Апгрейды Апгрейдистые Апгрейды Арста Арста Крутой Боец Это наше Уныние Но Блин Третий Левел Не дает Апгрейда На уныние А Обязательно Гаргулью Серсей Гаргулье Третий Левел Must have Это дает Ей уныние На базовую атаку Окей Да-да-да Я чуть не забыл Маус Ребл Получает Крутые Бонусы У него Дэмэджа Там дофига Получается Как из ЛПД Инфаст Арта Получает Только ХП Блин Я думаю Что нам Нужно Культиста Или Призрака Загрейдить И наверное Культиста И призрака На все Деньги Под ноль О Это по-моему Были Самые эффективные Апгрейды Чтобы сейчас Не слиться Ну и гробовщик Тут Потратьте осколки дыши На украшения Вашего кладбища Мы рады предложить вам На выбор Несколько комплектов Украшений Из нашей Корпоративной серии Которые Поддержат Боевой дух Для всех Ваших усопших Сотрудников Вот несколько Осколков дыши Можете потратить У нас Или приберечь До лучших Времен Осторожно Ну не всегда же Только тебе Нам давать Подзатыльники Своим Нещипаемым Оптимизмом Ни секунды Не сомневался Что победишь А те Кто сомневался Уже потеряли Неплохой Кэш из коинов Кстати Когда я тут Ты всегда побеждаешь No game No life Просто Легендарнейший Легендарнейший Чувак Спасибо тебе За донат Еще в тысячу Просто Невероятная Поддержка От тебя Я очень 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 Это ценю У тебя Тебе огромное Просто От всей души За такую Поддержку Чат Будьте добры Еще Еще Сердечек Для no game No life За его Поддержку Спасибо тебе Большое Меньше Чем 3 Окей Да Ты прав Я начал Забывать Об оптимизме О победе Красный Цвет Цвет Скорости Красный Цвет Цвет Победы Так что Стакан Всегда Полон До краев Ты прав Так что Погнали И пройдем Этот забег С первой Попытки Ки Эни Процент Варлок Рекорд Ворд Рекорд Спидран Мы делаем это Украшение Возвращает к жизни Дополнительного монстра 85 стоит Нам чуть-чуть не хватает Чтобы загрейдить Полную пачку Выставляли бы Жесть Применяет уныние Героям при входе на кладбище Опа А это Это очень неплохо Но нужно помнить Что Это у нас Кладбище стоит После всех остальных Боев Зомби Пиньята Полученные ресурсы Увеличиваются на кладбище На 50% Вот фигня Какая-то Мемориальная табличка Пока герои Находятся на кладбище Не теряют Уровни штрафов Ооо Нехило Это для того Чтобы стакать уныние Оно не падало Яд Фигня Случайный монстр На кладбище Получает эффект Спешка Контрит Замедление Закалка Все мои ментальные силы С тобой и этой пачкой И небольшой вклад Золотых В победный забег Только победа Самый Окультный Солпадеин Спасибо тебе большое За три Юнайтед Стейтс Доллара С сердечком Большое-большое-большое Тебе спасибо За твою поддержку Очень ценю Только победа Давай уныние покупать Мы купим уныние Блин горелый Я пока тянулся Блинчиком с кофе Начался донат И я навернулся Вместе со стулом Блинский хрен КСТА Я срубил На ставке Восемь тысяч Не сомневался Ни минуты О, некромант Я думаю Я думаю Закалка На наших И уныние На их Это то, что нам нужно Спасибо за 100 Бицц Тикромант Сори за Сори за чай За кофе Так На одну Мы пока Мы пока Мета прокачки Не видели Кроме Талантов Чат Надо идти легкую Надо идти за ловушкой В центр Во-первых Бонус управляющего Нафиг он нужен В центре Нормально Голды Ловушка есть И там Бедствие Идет Надо Надо в центр Идти За бедствием Потому что ХП у владыки нет И Раз мы идем На легкую миссию Я щас пару Ребят Отправлю на отдых Я отправлю Лоинграма На отдых Блюка Короче И раунд И у нас Типа Будет Не очень Крутая Патька Падаем Кстати Во вторую Идет У нас Типа Не идеальная Патька Но Для этого Мы сходим В более легкую И дадим Всем вернуться В строй Всей движухи Нашей Алами Так Подожди Алами Наносит Массу Урон Его атаки Применяют Оглушение Если боевой дух Ниже 50% То есть Алами Тоже можно Во вторую Ставить Так Так Ну тогда Нам не хватает На всех Места Призрака На отдых Ага Кто драться Будет Если мы Призрака На отдых Отправим Тогда Надо Надо Кого-то Выводить Надо Тогда Надо Тогда Выводить Из Стоила Лошадку Или Блюка Короче Вывести Блюка Короче В первую Пачку И поставить Алами Во вторую Ну Да Ну такое Короче Идем Идем Во вторую Будем надеяться Что затащим За счет этого Начать прогноз Ноль сомнений Ноль сомнений Только победа Дамы и господа Мы сейчас Пробедим Сомнения Не нужны Эни процент Ворд рекорд Победа Спидран Эльвира Хромовник 432 Боевого духа Мелочи Заменяет Один из штрафов Бонусом Мелочи Бьет впереди Воздухом Мелочи Рыцарь Бьет впереди Физикой Наносит Кучу урона Меньше Дебафов Получает Мелочи Лучница Бьет сзади Огненным Накладывает Пламя Ну точно Мелочи Легкий Бой Кстати Легкий Легчайший Хей Впереди Воздух Физика Сзади Огонь Самое Безопасное Место По центру Сюда Сюда Становится Арста Блюка Короч Часовщик Ну вот Только Гаргулью Вперед И Блюка Короч Назад Это единственное Что мы можем Сделать Я не верю Что Блюка Короч Переживет Выстрел Этой Лучницы Даже С 25 Разист Там Когню У нее Же Ярость Будет Она Его Снимет Он Не Сходит Что За Фигня Мы Не Можем Сходить Потому Что У него 60 ХП Совсик Блин Так Ладно Кого Туда Можно Поставить Арст Поставить Арста Сходит У Арст Скорость Больше В этой Игры Самый Веселый Мем Нет Разницы Между Легким И Тяжелым Боем Только Награда Меньшая Да Но я Шел Сюда Ради Ивента Ради Бедствия Пасти Закрыватель Пасти Закрыватель Работает Он Заблокирует Ярость Латоносца Латоносца Рыцаря Гора Костей Я не уверен Что сработает Окей Вторая Патька Впереди Воздух И физика Сзади Огонь Огонь Мы нормально Разистим Воздух Физику Не Ненормально Ох Чё-то Мне не нравится Не Не Мы точно Побеждаем 100% Гарантированная Победа Статуя Осьминога В конце Бум Легкий бой Орда Гоблинов Уныние То Что нам Нужно Пошло Уныние Может Надо было Ставить Куда Другую Ловушку Уныние Пошло Остакаться Так О Давайте 7 7 5 Уныние Хорош Ещё Уныние О Уныние Так Друлит И Пошёл Часовщик Он только На двоих Работает Но ничего Камовница Сняла С себя Дебаф Но Это было Ожидаемо Это было Никак Не избежать Так что Вокусим Лучницу Может Замедление На них Накинуть Нет Каждый Стат Боевого Духа Важен Каждая Копеечка О Хорош Постезакрыватель Всем 7 Дебафов Пошёл Минус 27 Боевого Духа На всех Рыцарь и лучница Почти сбежали Почти Но мы не можем Их выцеливать Можем Масса атаками Масса атаками Культистов Масса атаки Культистов Попадают Хорош 7 7 Ничего Так Всё Она сбежит Сам Рыцарь Бежит Сам Значит Бьём Бьём Тебя Оглушение Сработало Красава Аламе Вообще Красава Фу Без урона Вторая Патька Без урона Ноль Сомнений Чё я Сомневался Я не знаю Почему я Сомневался Чат Не Сомневался Никто Не сомневался Я сам Себе Разуверился Я был Неправ Окей Из всех Этих Ловушек Единственное Полезное Это Арф Для Закалки Монстр 200 Золота Ой И у нас Все Отдохнули Теперь У нас Есть Бойцы Класс Так Тебя Сюда Тебя Сюда Кого Ещё Лоинграма Теба Маус Ребела Сюда Раундела Можем Фуши Отправить Туда Раундела Сюда И можно Да Вот Наш Патька Офигеть Ну к тренеру С 200 Золота Не стоит Ити 200 Золота Маловато Для тренера Надо Надо Ити В события Мы Можем Себе Позволить Кровь У нас Впереди Есть Тренер Окей Мы Идем В осаду У нас Так Много Лишних Ловушек Давай Сдавать Вот эти Две 300 Голды Гора Костей Морозное Дуновение 300 Голды Как С куста Вот Наш Тренер На курсы Поздно Отправлять Не буду Я на курсы Никого Посылать Бытия Часовщики Не продаются Хотя Их Двое Два Часовщика И два Этих Два Призрака Надо ли нам Два Часовщика Наверное Варлоке Скоро Таким Макаром Все игры Куплю В которые Ты играешь Сулпадейн Слушай Игры Хорошие Продай Одного 350 Голды Стоят Он Второго Курсы Лучше Скипать За Мануха Которая На практике Делает Только Хуже Единственное Исключение Курсы В начале И лишняя Легендарка Запасная Которая Не нужна Для победы Берешь Такой Фигаришь Туда Легендарку И экономишь 800 600 Голды 350 Это апгрейд Бойца И плюс Золото Парадокс Пишет Продашь Меня Я отпишусь Ау Парадокс Модуль Понимаешь В чем Дело Я тебя Конечно Люблю Но 350 Золото Это Есть 350 Золото Проблема В том Что у нас Все еще Нехватка Бойцов Потому что Вот это На самом деле Не бойцы Они не подходят Для нашего Билда Поэтому Возможно Нам нужно Два Часовщика Вот что я На следующем Бою Буду Выставлять Одного Часовщика И двух Этих Тогда еще Накупим Окей Чат Вынес Вердикт Парадокс Ты видел Что твои Братья Сказали Что они Сделали Они Обрекли Тебя На эту Участь А я Чего Чат Все Претензии К чату Окей У нас Есть Апгрейды Апгрейды Мастхэв На часовщиков В котором Был парадокс Модуль И он Наверное Был счастлив Если бы мы Его загрейдили Но вместо Этого Мы загрейдим Каппер Дон Джона Бонька Кому еще Мастхэв Апгрейды Аламе Да 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 А Нага Офигенная На четвертом уровне Она просто Разрушает Миры На четвертый уровень Наги Мастхэв Что мы еще Можем по апгрейдам Сделать Четвертый уровень Культиста Культит получает Хорошие статы На четвертом Левеле Лошадка Может лошадку Загрейдить 20 к броне Будет хороший Танк на физику Арстейлой Блинграм Не уверен Хотя Мы же будем Маус Ребел Заслужил Сей четвертый Левел Призрак Да Я думаю Да Знаешь что Я считаю Что салпадейн Фаст Тоже заслужил Четвертый Левел Он Культист Просто отработал Офигенно Так что салпадейн Ты получаешь Четвертый Левел У тебя будет Сотка силы Сотка ХП Хорошие Резисты По всем Параметрам И апгрейд На пассивку Поехали Ну вот тут Наверное Нужно идти На сложный бой Уже Хотя там Снятие Дебафов Может Ставку Дойдут ли герои До босса Хорошая ставка О Отличная идея Форекс Ты прямо Хорошо придумал Там деньги Где деньги По центру А вот здесь Артефакт Хотя Заманчиво Пойти в центр Деньги Бедствие Артефакт Не скипается Если он Угрожает Заруйнить тебе Забег Он Чудно скипается Снятие Дебафов Мы потеряем Уныние И Сливай воду Давай попробуем Игру запутать Немножко Вот так сделаем И ты такой Не хочу я На вторых ветеранах бедствие Я думаю деньги и бедствие Вот то что нам нужно Деньги это апгрейды Апгрейды это победа Артефакты тоже победа Но деньги Поехали Теперь прогноз Прогноз дойдут ли герои до босса Или нет Остановим 3 героев До босса То есть если они доходят до босса То мы не остановили Мы должны победить героев Не просто победить А до того как они придут До управляющего Он устал У него мало хп Должен отдохнуть Поэтому не пропускаем их Ассасин Бьет впереди природа И накладывает стихийную уязвимость Хотя бы у него нет той пассивки Которая ваншот его писывает Но это ассасин Сомик зовут Джейн Солдат Джейн Иммунитет к унынию Воооо Солдат Джейн опасная Бьет сзади льдом Стихийную уязвимость накидывает И магичка Поджигает всех пламенем Услышал Ладно Так первая ловушка Ну тут что то у нас Ловушки плохо смотрятся Но если какую то ставить То наверное Пасти закрыватель первым Да Сминог как то мысль Мало смысла имеет Пасти закрыватель И вентилятор Прямо перед боем Солдат Джейн Доджит кому же первую ловушку Так Нас бьют природой впереди Ну значит Вперед Становится Капер Донжон Сзади бьют льдом Это очень удачно Лоинграм и Арстер Станут вот так Да И у них Они будут замедленные Да 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 Я понял Так Что дальше Вторая патька Разисты к природе Ну либо Солпадаин Либо Лошадка Видимо лошадка Потому что Солпадаина Хороший разист Ко льду Его мы наверное Назад поставим Хотя Знаете что Можно Лами назад поставить Тоже 35 Ко льду Мы наверное Не будем Призрака Выставлять Массовый Огнем Урон Лучше Поставим Нагу Лошадка Чисто Потанчить Удар Ловушки Наоборот Я хочу Чтоб На лучнице Висела Слабость А лучница Тот же Первую Ловушку Видишь Так Мы Замедляем Всем Замедление Ударом И пусть Никто не уйдет Обиженный Три Слабости Кайф Пошла Жара Духи Погнали Непостоянство С унынием Помним Улучница Иммунитет К унынию Опа Можно Магичку Двойным Ударом Сделать Да Покаяние Атакует Дополнительный Раз Если не Менее Четырех Штрафов 80 Урона По Боевому Духу Но Перестаем Стакать Уныние Это На того Или нет По моему На ассасина Стакать Уныние Важнее Вторая Патька Все бьют Вперед Да Важнее Уныние На ассасина И Часовщик Пошел Ох Как Часовщик Третьего Уровня Хорош Как Он Офигелен Вы Видели Это Просто Красава Абсолютно Уничтожил Вот Теперь Можно Её Зафигарить Хотя Нет Опять По моему Уныние Лучше Часовщик Все еще Жив О Мой Бог Ууу Что Они Творят дарон спасибо тебе большое спасибо тебе огромное за донат 176 спасибо за поддержку личный рекорд 620 тысяч 730 урона сколько 620000 чем ты набил и чё там на 4 и все сбежали чат кстати вторая патька неприкасаема чем ты фигарил этим крит крита шаром или или как он там называется блин мы что-то наносили 20000 по моему я думал это много так нечего взять героя обыграть на все на обычный урон апгрейды крита шарф матрешка и руном вот я тоже думаю что на это был крита шар с чем-то фишкой талантно фишка нам нужно золото прости злобы злобе а мы можем в командировке найти себе этот релик правда командировка заберет кого нибудь гаретт говорит я поеду знаете что я готов я на 18 недель еду и привожу демономический талисман который применяет эффект паника 5 ко всем героям когда демон повержен это так круто удача при мне это лучший релик для нас лучше ничего не может быть первая пачка у нас часовщик в первой пачке это то что нужно он демон теперь нужно думать еще первую пачку демона вставить ладно сборщики да не можно голды у них получить пойти к тренеру чем я получу голду за кровь не хочу рисковать так кто чё у нас здесь получается фуши у нас вернулся а то и пол команды у нас конечно сейчас не хватает все еще и надо будет еще один бой пройти кстати ставки выдать и апгрейды так часовщик идет на четвертый уровень нет вариантов а лами на четвертый уровень то же самое а ну и все смотри все наши апгрейд все на героев пойти а у героев снятие дебафов страшно на героев идти со снятием дебафов я думаю оно сто процентов того не стоит серсей вернулся первая патя чуть-чуть усилилась но нифига не идеально коняшку надо отправить отдохнуть давай фуши какая фуши будет в первой патке на всякий случай видим героев идем на героев азинаида михал там смерть могут дать там смерть могут дать ну да и дарон говорит был критошар матрешка и руно жесть чат говорит всех вынесешь и некроманта говорят всех вынесешь а капер дон джона и лоан грамма мы сейчас потеряем и чё двух ключевых бойцов первой пачки ну что мы их в любом случае потеряем да ну ладно чат того стоит ладно чё то я сегодня сомневаюсь только вы в меня верите ваше здоровье погнали что хотите жить вечно вперед начать прогноз пройдет ли варлок бой поехали и кроман это единственный кого мы боялись и ничё мы его порвем он сбежит как последняя собачка в ужасе ч слэш слэш по ссылке точка ц слэш по ссылке слэш слэш по ссылке мг xbx вот если интересно дрон спасибо тебе большое за донат спасибо тебе большое за донат спасибо тебе большое за донат в 176 я обязательно посмотрю ты можешь в дискорд зайти у нас есть в дискорде раздел пепеглин где все делятся своими скриншотами с огромным дэмэджем так что залетай к нам в дискорд и пости туда большой дэмэдж ветка пепеглин напоминаю спасибо тебе большое за поддержку чувак окей самурайка пришла бьет вперед огнем и у нее защита от потери боевого духа снижена на 50% микроманша получает ярость когда теряет боевой дух ну это вообще жесть и бард с панцирем и уклонением и массовым физическим уроном с кровотечением микроманша бьет назад льдом есть у нас кто-то прям с иммунитетом ко льду нет ну гаргульи 45 ко льду резист вперед нам нужно подержаться против огня и мы можем поставить вперед как тут капер донжона часовщика прямо вперед самое то хотя может быть лучше все таки вперед лоэн грома а часовщика на вторую позицию часовщик такой типа самый важный боец у нас да ну да самый важный ему бы безопасности бы быть а он по барду не бьет бард то быстрый козел 61 ну и хп у часовщика больше не давай лоэн грома сюда да и хп больше у часовщика я думаю надо вот так ставить да варлак бойся меня я боюсь ман с блинчиками и сгущенкой я не сбегу ведь некроманты никогда не убегают мы просто отходим недалеко чтобы подгадать момент для атаки муха ха 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 муха ха 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 говорит спасибо некромант за 100 биц что ставить ловушку на усталость или гору костей для боевого духа наверное по боевому духу надо максимум дэмэджа выжимать муха ха 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 окей вот здесь салпадаин идет вперед сзади нам нужен резист ко льду это будет нага и призрак становится в центр наги 45 ко льду резист неплохо в конце осьменога ракостей против некромант довольно эффективно о нет это была ловушка я попался в нее черт некромант обманул меня заманил гору костей А чё я вообще ставил? Думал про то, что мне нужно там разиться ко льду или ещё чего. Некромат будет шотать. Он просто будет уничтожать. Хотя мы ей, смотри, снесли мы ей. Да, зря я вообще заморачивался. Но у нас есть паника. Паника это очень хорошо. Паника это прямо супер. Плюс 50% к урону по боевому духу. От всех источников. Надеюсь, что я во второй пачке кого-то быстрого назад поставил. Нафига я нагу назад поставил, чат? Я такой тупой. Окей, окей, ноль сомнений, ноль сомнений. Некромат почти сбежал. У неё осталось мало боевого духа. У наги скорость больше, чем у некроманта. Всё хорошо. Паника на всех. На героя. Варлоки. Окей, самурай здесь доджит первую атаку. Неважно. Неважно. Что у нас есть? У нас есть много урона по самурайу или масса урона? Нам нужен масса урона. Или самурай. Масса урона от культиста это 20 массового. 40 массового. А здесь 80 по одному. Нет, бьём масса. Надо сносить некроманшу. И... Давай. Два оглушения! АЛАМИ! АЛАМИ! Он оглушил некроманта! И самурайку! Он бог. Хо-хо-хо! Камень я не дам. Я вместо этого оглушу двух главных противников. О, читы подрубил. АЛАМИ подрубил читы. О, как он хорош. О, мой бог. Ха-хо! Ноль проблем. Ноль проблем. АЛАМИ, ты здесь? Или он ушёл уже? О, мой бог. АЛАМИ, ты в чате или ушёл? Вы сделали-то красная команда. Деловер, дзюбоку. Вот это боец. Да, у нас смерти нет. Э, чат, ну надо брать дзюбоку. Дзюбоку так силён. АЛАМИ ушёл и даже не видит, какой он герой. Третий уровень? Нам дают третьего уровня перса. Не, ничего больше не смотрим. Берём дзюбоку. Ты чё, это дзюбоку третьего уровня. Оно офигенное. Это для первой патки супер-боец. Там масса урон по боевому духу. Там уныние. Там пассивка. Ох. Да, берём, берём. Лэджендари. Лошадка вернулась. Так, хорошо. Погнали дальше. Торговец у нас есть. У нас тут толпа торговцев есть. Я, наверное, зайду... Как у нас с бойцами? Ну, возможно, нам всё ещё нужны бойцы. Тут чё-то всех отрубило так. Часовщика четвёртого левела вообще отрубило. Надо грабёж идти, да? Вместо этого мы получили улучшение ловушки. Ну, третий левел неплохо. Фес? Фес, спасибо тебе большое за чёртову дюжину подписок. Спасибо тебе большое за 13 мест. Чёртова дюжина. Спасибо, чувак. У меня третьего уровня призрака. Мубота. За 75 золота. А, будьте добры. Оп, оп, оп. Дарон, спасибо тебе большое за донат. Спасибо за 176. И... Спасибо за то, что скинул в Дискорд. Я обязательно посмотрю. Лавия хороша. Я срубил сейчас 8 тысяч. Кстати, смешно вышло. Ты не заметил. Лавия хороша. Он криком оглушил мужика с топором, и он под оглушением побежал. Хех. Смешно выглядело. В шоке побежал. И да, я не убежал. Просто я вспомнил, что кофе остыв... Кофе остывает, побежал допивать. Понял. Некроман, спасибо за 100 битсов. Давайте посмотрим скриншот Дарона. В Дискорде. 620 тысяч 730. Это по кому? А, это по подрывнику. А чем урон сделал? Я не вижу мяча самого. Это критомяч был, да? Критомяч третьего уровня. Вот это, наверное, да? Ну, релики. Рог. Читы. Не считается. Крит руно. Матрешка. Это большая матрешка. Это этот пирог. Вампирик. Кастет, по-моему, дает криты. Да? Плюс 5 ударов дополнительных со старту. Плюс подарок. Ну и тут эрки криты и криты эрки. И дополнительных критов на столе. 3. Жесть. А весы что делают, я не помню. Это какой-то новый. Офигеть. Есть урон. Красивая. А, кастет урон критам дает. Во-во-во-во-во-во. Ну, я шучу насчет рога, кстати. Я его не считаю читами, на самом деле. Я прикалываюсь. Весы-то как колокольчик. Ага, окей. Погнали в магазин. Здесь же бойцы 3-го уровня будут, да? Но надо скелета покупать. Ледяной скелет 3-го левела. О-о-о-о-р. Винкулум. Ледяной скелет 3-го уровня. Бум. Аракха. Барон 3-го уровня. Бум. Даже думать не стоит. Мы идем к гробовщику. Это должен быть еще один апгрейд. 96 фрагментов души. Я не думаю, что тут есть какие-то сомнения, что нужно брать сферу силы, которая дает дополнительного монстра. Да? Это у нас появляется третья патька. Только третья патька состоит из рандомных чуваков. Но это все равно третья патька. Делавеор, спасибо за подарочную подписку. Для No Game No Life. Спасибо большое. За поддержку. Ломал. Войну я сделал. Так, я вот что думаю. Есть ли смысл к тренеру с 200 голды идти? Наверное, нет. Опа. Нужен ли нам боевой дух? А, да. Женаль на Масада. Да, это все деньги. Сада хочет мои хорошие ловушки. Не отдам. Давай арфу отдадим. 130 голды. Я чувствую, что конец близок. Поэтому не хочу рисковать. Так, психотерапевт не нужен. Черный рынок. Черный рынок. У нас тут осталась пара... ...желающих. Окей. Так, рынок. Просто... Проскофас, прости. Прости, проскофас. Прости, проскофас. Мы тебя продаем. Вау. 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 Офигеть. Арста 6666. Дарит 19 попыток. Попыток. 19 попыток воскрешения. 19 подписок. Спасибо тебе за 19 подписок, чувак. Просто, просто легенда. Офигеть. От всей души благодарю за поддержку. Невероятную. И чат, будьте добры. Ребят, нажмите на уведомление, кому Арст... Подписки от Арста пришли. Напишите спасибо. Напишите сердечко. Благодарите в чат. Очень... Я думаю, будет очень приятно. Очень большое. Окей. Мы хотим продать. Проскофаса. Ничего личного бизнеса. Блюкай, короче. А сейчас свачик первого уровня, наверное, нам не нужен. Кто еще желает? Отправиться. Фуши. Культист первого уровня. Прости, Фуши. Ты был с нами с самого начала. Михаил Лидер. Хорошая легендарка. Я тебя продаю. Алхимик. Теперь я могу вообще всю голду заработать. Алхимия. И... Так, так, так. Так, так, так. И вот так. 1300 золота. Тренер есть впереди. О, Делавеор, спасибо тебе еще. Спасибо тебе за еще одну подписку. Ребята, вы просто сегодня невероятная поддержка от вас, ребят. Вы просто легенды. Просто легенды. Спасибо. Ну чего? Найдем на ветеранов. И мы идем за артефактом. По-моему, время идти за артефактами. Вот сейчас у нас топовая патька стоит. Тебя только сюда. Давай одного призрака переведем сюда. Я думаю, это то, что нам нужно. Эти ребят скоро вернутся. Нужно идти за... Даже со снятием дебафов. Идем за артефактами, да. Данил Наумов, привет. Здорово. Как у тебя дела? У меня тут все нормально. Главеор, спасибо за 100 бицев. Ребят, спасибо вам за поддержку. Окей, мы выиграем. Ноль сомнений. Только победа. И только хардкор. Ни капли сомнений. Только уверенность. Смотри, кто к нам пришел. Рыцарь-дракон Врейн. Бьет в центр. Необычная фишка. Бьет физикой. Наносит много урона, если у твоего монстра большое сопротивление к огню. Надо минус с минусовым ставить. У него скорость дополнительная. Рыцарь, козел, Артур. Защита от боевого духа. Ярость бьет впереди физикой. И лучница, которая бьет всех льдом. Она бьет одного, но у нее фишка, что она бьет всех. Она доджит первую ловушку. Если мы поставим пасти закрыватель, то у них не будет ярости. Я думаю, это то, что нам нужно. Так. Или... Хотя нет, нифига. Ты не прав. Здесь нужно поставить вентилятор. А пасти закрыватель поставить здесь. Потому что лучше пускай снятие дебафов снимет пасти закрыватель. Чем... Да, я думаю, что вот это нам нужно. Коэффициент. Один к шестьсот для синей команды. Синяя команда? Зря вы поставили. Окей. Дерево в центр это хорошо. Не, нифига. Каргулю в центр. У дерева сто пятьдесят хп. Впереди. Нам нужно впереди еще танчить урон. Можно призрака поставить вперед, да? Каргулия сорок пять ко льду. Каргулия уныние два. Ты уныние два. Призрак крут. Ну, давайте на уныние играть. Давайте вот так выставимся на уныние. Арста сейчас отдохнет. Броня пятнадцать. Семь десяток. Да, вот это я думаю лучше. Хотя... У... 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 У призрака двадцать пять. Это тогда, может быть, лучше... Оставить призрака сюда. Сюда. Дзибока? Так, наверное, лучше. Не только победа, да? А, второй ловушкой гору костей. Точно. Гора костей вторая. Стоп. Если мы ставим гору костей вторую, тогда... Нам точно нужно первую пасть и закрыватель. Что-то я туплю. Против рыцаря. Гора костей вторая. И здесь... Вторая пастька. В центр нужна... Призрака. Плохой розет к огню. Хорошая броня. Вперед нужна... Броню. С броней у нас здесь не очень, да? Лошадку придется ставить. И аламе. Потому что он так нарулил в прошлый раз. Удачного стрима. Как-нибудь залечу на стрим с самого начала. Соскучился по мисплеям онлайн. Погладь. Конечно. Ведь варлок не руина. Нет, варлок не руина. Камень я не дам. Данил Наумов. Спасибо большое. Спасибо тебе за донат 200. Заходи в онлайн. Спасибо, что зашел поздороваться. И да. 100% не руина. Наносит урон. Урон увеличится на 100%, если цель под действием эффекта уныния. Уныние есть? Есть. Пригарим полчища ворон. Ох, дзюбок утащит. Дзюбок утащила. Призрака зря я поставил. Но призрак. Посмотри на эту первую патьку. Знаете что, ребят? Я, короче, тупанул, что я это... Я тупанул, что я сделал... Ставку не так. Надо было ставку, дойдут ли до второй патьки. Что-то такое. Смотри на эту жесть. Давай, удачи тебе, Данил. Давай. Чат проследит, чтобы не руинял сильно. Десять уныния. Жесть. Они дойдут до второй пати? Наверное, к сожалению, дойдут. Но только из-за того, что у них здесь снятие дебафов. Они сейчас снимут уныние и не сбегут оба. Но против второй патьки у них нулевые шансы. Абсолютно нулевые. Они не сходят. Оглушение! Бедный рыцарь. Огей, они сходили. Я переоценил. Я думал, у лошадки скорость побольше. До свидания. Герои так называемые. О. Так, гомеопатический яд. Герои, у которых осталось меньше 50% боевого духа, теряют 30% от всех сопротивлений. Но это неплохо. Универсальная ловушка. Короче, ты можешь ставить только одну ловушку, но она включается два раза. Я бы сказал, для нашего билда это не очень хорошо подходит. Фрагменты айсберга, атакуя льдом монстры получают закалку. Это круто для ледяного мага. Но я думаю, что я бы взял, наверное, яд. Какой-нибудь двойной вентилятор. Да. А вдруг ловушка неудачно заспавнится. Первая. Яд может помочь. Если нужно будет добить физикой. Вряд ли. Но вдруг мало ли чё. Но мы не будем бить физикой, да. Это может заруинить. Значит, надо брать закалку. Что ж. Так. 1400 золота. Пойти в осаду. И по полной программе к тренеру, да. На все деньги. О, вот эти ловушки отправить. Ещё 300 голды. О мой бог. Пройти. Сейчас будем мы апгрейдить всех. Ещё одно событие. Вдруг здесь голда. Здесь демон. Стой. Кого? Ещё один демон. Тур-94. Чудо-женщина. Третьего уровня. Окей. Лоинграм или Арст остаются дома? Лоинграм, пока дома остаёшься. Мы собрали билд. У нас есть все. Потому что они одинаковые. Оба призраки. Сейчас мы будем грейдить. Ай! Сейчас финалка. Всё. У нас финалка. Тренер на 1700. Поехали. Кому апгрейды? Апгрейды, апгрейды. Свежие апгрейды. А чё, давай, может, загрейдим дерево на четвёртый уровень? Ха-ха-ха, давай. Кого ещё? Кто? Хорошо. Кто заслужил? Арста заслужил. Окей. Он этот. Конечно, только третий будет, но всё равно. Мы апгрейдим всех, кто заслужил. Сто процентов ледяной маг заслужил. Винкулум. А чё такое? А у меня кровь кончилась. У меня кровь кончилась. Руина. Я заруинил 600 золота. Куда их девать? На четвёртые левелы нужна кровь, а я, блин, продал всю. Ну, ё-па-р-с-э-тэ. Ну, вот можно палача купить. Федя из Костромы. В последний момент присоединяется к команде. Ну, ладно, мы всех на третий левел загрейдили. Федя. Федя из Костромы. Палач. Куда тебя поставить? Вместо кого? Есть ли смысл? Только вот, если вместо Чудо-женщины. Но Чудо-женщина даёт криты. Не, я её оставлю. Федя, ты поздно пришёл. Ну, Федя, ё-моё. А, у нас два призрака. Точно. Два призрака не нужно. Варлок не руина. Скоро тоже спать пойду. Постараюсь дотерпеть до твоей победы. На Ютубе я всегда с тобой. Почти. No game, no life. Спасибо тебе ещё и за донат в 320. Спасибо большое за поддержку, чувак. Просто, просто невероятная поддержка. Спасибо. Окей, мы сейчас победим. Мы идём за победой. Всё, я перестаю тупить. Погнали. Начать прогноз. Пройдёт ли варлок бой. Окей, ребят. Красная команда. Верующие, это победа для вас. Всё, мы идём за победой. Кто к нам пришёл? Архимаг пришёл. Архимаг. Ты сольёшься. Ты будешь уничтожен. Бьёт впереди льдом. Накладывает обморожение. Уничтожить. Перемешка в первой патике. Очень важно. Волшебник перемешивает. Бьёт природой. И Валькирия. Массовый природный урон. Всё, что нам нужно сделать, это не ставить вперёд кого-то с плохим разистом ко льду. И всё. Мы по-любому ставим дзюбока. Природный разист. Разист ко льду есть. К воздуху есть. Кто ещё идёт в финальный бой? Мы не ставим часовщика. У него плохой разист ко льду. Хотя... Его можно поставить вперёд, и он точно не будет впереди. И... Кого ещё поставить? Ледяного скелета. Да? Ледяной скелет. Разист ко льду есть? Есть. Встанет вперёд, будет танчить отлично. К природе есть. К воздуху есть. Слабенький, но есть. И ледяного скелета. Поехали. Вперёд точно станет кто-то с разистом ко льду. В первой патике. Ловушка. Пасти-закрыватель нет. Вентилятор нет. Ну, хотя можно пасти-закрыватель поставить. А он имеет смысл? Нет. Не имеет. Он ничего не делает. Тогда знаешь чё? Здесь мы поставим... Давай сирену. Пускай у нас будет закалка на следующую группу монстров. И... Вот сюда вентилятор поставим. Вторая патька. Окей. Вот здесь перемешки уже нет. Вперёд. Идёт. Нага. 45 ко льду, разисты. Потом... Салпадейн Фаста. Он с нами был с самого начала. И он выиграет этот бой нам. И... Знаете что? Я поставлю Рондела. Лошадку. Потому что он был с нами. И он рулит. Хотя он по всем параметрам хуже, чем Барон. Да. Нет, не поставлю. Поставлю Турбо. Хорошие резисты к природе и к воздуху. Да. Вот так. Поехали. Лошадка, прости. У тебя минус 50 к воздуху. Математика не лжёт. Ничего личного. Пошла жара. Окей. Пошёл. А, временной кошмар плохо работает. Но он работает на двоих. И этого достаточно. На Валькирию временной кошмар не работает. Ну, пофиг. Всё равно. Главное Архимага снести. Снесём Архимага. Спасём мир. О, дерево делает боньк. О, мы их так уничтожим. Просто в клочья. Мало уныния в этот раз. Музыка эпичная, да. Но Архимага уже 50%. Криты вылетают с рога. О, криты хорошие. Дерево сходит ещё раз. Давай, дерево. Покажи им. О, паника. Паника. Окей. Первая патька отработала по полной программе. У героев рессалка на хп. Вообще ни о чём. Вентилятор пошёл. Ооо. И заклинание пошло. До свидания. Прощайте. Может вот так по Валькирии? Давай, давай. Пускай нага по Валькирии бьёт. 120 урона. Теперь масса урона культиста с критом. Они сбежали от одного плевка. Он просто на них посмотрел, и они все убежали. У них не было шансов. Мы должны степить продюсию. Пойдёмся за огромный инфлокс героев. Мы будем выкручивать все кастлы в стране. Ооо. Ооо. И теперь у меня есть хорошая паста для моего армия. Хорош. Красивая победа. Красивая попытка. С первой попытки. Я сказал, что мы выиграем за боевой дух. Выиграли. Боевой дух. Вот билд, который нам нужен. Я сказал, победу даю. Any% Warlock Record Speedrun. Мы эту победу сделали. Легко. Без проблем. Вообще. Фу. Таланты. Давай вот это раскачаем. В исполнении здоровья. А надо ещё на другую сторону теперь. Ваншот Ванкилл. Ооо. Самый оккультурный салпадеин. Спасибо большое. Спасибо огромное за донат. Три Юнайтед Стейтс доллара. Благодарю. Ваншот Ванкилл. Просто посмотрел на них и всё. Все развернулись и пошли в другую сторону. Ни минуты сомнений. Только победа и только хардкор. Даже технические неполадки с интернетом не смогли. Технические неполадки с интернетом. А, а, а. Почему два стрима включились? Ооо, это было красиво. Четвёртая миссия без Лекса старту. Ну и чё? Затащим. Варлок, привет. Как тебе новый герой? Настя, привет. Вообще очень нравится. Офигенный герой. И только это герой на боевой дух. Тут надо, надо играть на боевой дух. И он так силён. Просто офигительный. Мы только что разорвали клочья героев. На них культист посмотрел. И они развернулись такие. И мы пойдём домой. Ну его нафиг. Осень сильный герой. Мне нравится. Четвёртая миссия будет изи. Тут ещё и на боевой дух. Ооо. Будет ли билд через урод? А смысл? Если у тебя герой полностью заточен на боевой дух. Зачем изобретать велосипед? Это как за инженера изобретать билд на боевой дух. Если у тебя герой сделан для игры через боевой дух. Дриада сделана для урона. Инженер сделан для урона. Тролль сделан для урона. Этими тремя героями ты играешь на урон. Кентавр, богиня и вот этот чувак. Это три героя на боевой дух. Погонщик, да. Кентавр, погонщик, богиня бегемотиха. И вот этот чувак это герой на боевой дух. То есть здесь чёткое распределение. Три таких героя, три таких. Не надо ничего придумывать. Играй так, как они сделаны. Зачем? Тоестер пробовал через урон и было весело.